Всем привет! Покупайте только энергосберегающую бытовую технику. Все электрические приборы маркируются латинскими буквами от A++++ до G, выбирая технику с низким классом электропотребления, маркированную A и B. Покупайте приборы, в которых используются новейшие технологии экономии электроэнергии. Например, все более популярные становятся индукционные варочные панели, нагревающие только дно посуды и не растрачивающие энергию впустую. КПД таких плит доходит до 95%. Установите двухтарифный счетчик. Двухтарифный счетчик позволяет экономить по ночам. Такие счетчики выгодны тем, кто может использовать энергоемкие бытовые приборы, посудомоечную и стиральную машины, хлебопечку с 23.00 до 7.00. В среднем счетчиков окупает себя за год. Не тратьте тепло зря. Вместо традиционного обогревателя используйте кондиционер, настроенный на режим обогрева. Если это позволяет производитель, конечно. Многие кондиционеры нельзя использовать при отрицательных температурах. Инфракрасный обогреватель экономичнее остальных на 30-80%. Если в доме установлены электрические батареи, старайтесь содержать их в чистоте, чтобы пыль не поглощала часть тепла, а вам не приходилось увеличивать температурный режим. Используя водонагреватель, уменьшите температуру нагрева воды. Замените накопительный водонагреватель на проточный. Так вы не будете тратить электроэнергию на постоянное поддержание определенной температуры воды. Нагревайте воду только при необходимости. Отключайте бойлер от электросети, когда уходите из дома и по ночам. Раз в три месяца чистите водонагреватель от накипи, которая увеличивает расход электроэнергии на 15-20%. Отключите аппарат от сети и перекройте подачу воды. Полностью слейте воду. Снимите крышку бойлера. Осторожно отсоедините провода и выкрутите термореле. Раскрутите гайки, удерживающие фланец. Подтолкните фланец вверх, поверните и вытащите наружу. Успехов! Продолжение следует...